всем привет меня зовут даша и я расскажу вам немного зеленой химии ну не секрет что у нас сейчас химическая промышленность вызывает всякие негативные мысли собственно вот даже там на картинках видим загрязнение воздуха загрязнения рек постоянно там по новостям и вообще можно прочитать что там произошла утечка здесь там что-то еще случилось ну и таким образом через примерно два века бурного развития химии перед человечеством стало две истины первая истина что химическая промышленность том виде как в котором она существует сейчас существовать дальше не может и вторая что без химической промышленности наша жизнь в принципе тоже является невозможной поскольку мы не сможем не получать ни новые продукты не синтезировать старые которые уже у нас были доступны и для того чтобы решить это противоречие у нас и возникла зеленая химия но также нужно сказать для начала что же у нас является объектом ее изучение так существует химия окружающей среды которая занимается вопросами распространения изучения и изучает также устойчивость и воздействия на окружающую среду загрязнителей а химия для окружающей среды работает с тем чтобы избавить природу как раз таки от вот этих вот загрязнителей так у нее существуют три химических пути решения первое из которых это уничтожать загрязнители поступившие в окружающую среду а второй это бород их попытаться локализовать но ограничить их распространение и 3 это в принципе не производить такие продукты и и бороться таким образом но придумывать новые способы именно этим вопросом у нас и занимается зеленая химия принципе зеленую химию это разработка химических продуктов и процессов которая снижает или исключает использование или производство опасных веществ но по другому определению еще говорили что зеленая химия это просто хорошая химия лучшие химики мира занимаются зеленой химией но есть еще такая шутка вот сейчас там современном мире в принципе на конференциях докладчики иногда связывают цвет химии с цветом купюр и говорят что во первых ученые которые этим занимаются могут хорошо зарабатывать но как бы с другой стороны с одной стороны это не лишено смысла а с другой стороны материальные затраты также нужны будут и на разработку и на внедрение собственно новых производств обучение людей мыслить новыми стандартами ну и так далее ну и говорят что зеленая химия это даже не новое направление а новая тенденция даже новая философия часто ее рассматривают в концепции устойчивого развития так концепция устойчивого развития ее можно сформулировать примерно в таком ну ее идею можно выразить так удовлетворение потребностей нынешнего поколения не должно мешать удовлетворять потребности будущего поколения так туда включены такие идеи как например рост народа населения это единственная идея которая химия имеет но только посредственное непрямое отношение в остальных же идеях это проблемы изменения климата проблема израсходования ресурсов питьевой воды нехватки продуктов и всего остального но также разработка топлива но принципе химия имеет самое непосредственное отношение вообще своей книге анастасу орды сформулировали 12 принципов зеленой химии которые можно кратко показать на примерно на вот таком вот графике чтобы не занимать слишком много времени а предотвращение отходов безопасные растурители и катались теперь проанализируем некоторые из принципов по одному из принципов вещества которые участвуют в химическом производстве как побочные так и конечные как и просто продукты те которые принимают участие не должны быть токсичными мы представим себе ситуацию что нужно получить вещество красного цвета в принципе для химика органика это не является сложной задачей то есть он получает это вещество но синтезирует вещество с определенной структурой она способна поглощать цвет на определенной длины волны но и все довольны это вещество запускается в производство а потом выясняется что она токсична или канцероген при этом это канцерогенность никак не связанно с красным цветом но и в истории в принципе не редки были такие случаи такие случаи что какое-то вещество запускали в производство только потом выяснялся и в обрею так например было лекарства telemit которая ну она считалась чуть ли не фанацея наборалась из бессонницы и с головной болью из простудой а потом выяснилось что она вызывает нарушение внутриутробного развития детей. Также ДДТ, который у нас инсектицид, в принципе, да, он, конечно, справился со своей задачей, то есть помогал уничтожать комаров, бороться с малярией, но, с другой стороны, его вред на окружающую среду превысил все его положительные моменты. И героин, который, в принципе, изначально у нас был патентованным лекарством от кашля, и только позже выяснилось его иное действие на организме. Ну и поэтому зеленая химия, она сразу требует от химика нового подхода, то есть он изначально должен проанализировать не только продукт, который он должен получить, то есть красный цвет, но сразу предусмотреть, может ли это быть вредным или не может. Ну и тогда уже спланировать, как это все можно сделать. Ну и также мы видели, что нужно стремиться использовать возобновляемые источники сырья и энергии, так как сейчас у нас в основном используется нефть, газ, уголь, но это ресурсы, которые, в принципе, ограничены у нас, это во-первых. А во-вторых, они влияют на озоновый слой, и использование их довольно вредно, поэтому сейчас их пытаются заменить. Например, можно использовать многим известный способ, это, получается, зерна спирт. То есть сейчас такое производство стоит приблизительно, такой зерновой спирт, 300 долларов за тонну. Если он подешевеет еще, то тогда можно будет, в принципе, его использовать для, например, для дальнейшего изготовления полиэтиленов, и, в принципе, это откроет нам большие сферы для деятельности. Ну и еще используют крахмал, который у нас тоже содержится, могут вырабатывать растения, его переделывают сахара, потом в различные органические кислоты. Ну и тут, опять же, можно использовать углекислый газ, который у нас накапливается в биомассе растений, также в отходах, например, промышленных. То есть если мы будем перерабатывать его, мы не будем, грубо говоря, нарушать вот этот вот баланс, поскольку все то, что поглотили растения, мы употребляем обратно. То есть у нас дополнительный исток углекислого газа не происходит. Ну и дальше также можно заменить традиционно органические растворители. Так для их замены предложили, например, ионные жидкости. У них есть ряд важных свойств, например, они не токсичны, не летучи, их давление насыщенных паров достаточно низкое, но их тоже начали довольно часто применять. Ну и также используют сверхкритические флюиды. Это вещества, у которых свойства меняются вблизи критической точки. Ну и очень часто сейчас начали тоже использовать жидкий углекислый газ, например, для того, чтобы экстрагировать кофе из кофейных зерен. Ну и также в некоторых странах он у нас в химчистках заменил различные вредные вещества. Ну и также, да, еще можно рассмотреть каталис. Каталис, ну есть такая тенденция, что вещества, которые опасны, в принципе, они легко вступают в реакции. То есть, ну реакции идут быстро, хорошо, никаких проблем не возникает, но такие вещества использовать нельзя. Ну это просто противоречит зеленой химии. Поэтому нужно использовать другие вещества, они часто оказываются менее реакционно способными, и их нужно чем-то заменять, и поэтому используют катализаторы. Ну и есть такая шутка, что если зеленое извивается, это биология. Если не работает, то это физика, а если воняет, то это химия. Ну и говорят, что в принципе, если приложить еще немного интеллекта, то химия у нас тоже может стать зеленой. Спасибо за внимание, куда-то делать. АПЛОДИСМЕНТЫ